итак друзья всем привет с вами я дзилон многие задавались вопросом о том как улучшить фпс в игре арк сервариал эволф данная проблема действительно актуальна на сей момент ну давайте рассмотрим пути ее решения для начала вам необходимо будет скачать программу адванс систем кирпро на нее я оставлю ссылку в описании для начала нужно нужно выставить русский язык для этого заходим в параметры интерфейс пользователя и в текущем языке выставляем русский после этого заходим в параметр уход и выставляем такие же галочки как у меня это для более чистой очистки вашего компьютера если хотите на все сто очистить ваш компьютер от всякого ненужного хлама то выставляйте снизу тоже данные параметры ставите галочку но данная процедура будет идти намного дольше так что необходимо сделать дальше дальше цикл турбо ускорения перед тем как ускорить нажимаем настройки выбираем режим игры далее системных сервисах мы отключаем ненужные нам сервисы не копируйте умение не копируйте как у меня так как у всех компьютеры разные естественно процессы тоже будут разные а то не дай бог что-нибудь себе собьете так вне системных сервисах тоже делайте на свое осмотрение фоновых аксах также выставляете на свое осмотрение и в план мощности здесь сначала будет снята галочка вы ее ставите активировать план мощности адванс системки нажимаете далее и ускоряем все после того как мы ускорили мы можем перейти к такой неплохой утильте называется на монитор производительности в ней мы сможем отследить нашу нагрузку на оперативную память на центральный процессор на сеть и на диск после этого нам необходимо перейти в мой компьютер свойства дополнительные параметры системы быстродействия параметры и обеспеченные лучшее быстродействие этот данная процедура отключит эффекты аэро и рабочий стол будет не в таком красивом состоянии не такой не такой более насыщенный но это же не важно вам если вы играете уже не на рабочий стол смотрите когда играете вот после данной операции необходимо будет скачать еще одну программу на нее оставлю ссылку тоже в описании под видео называется на драйвер бустер данная программа обновляет все драйвера до последних версий пускай даже если она у вас стоит реальная не стоит я думаю искать всякие репаки с взломанные где якобы она в полном в полной всей красе своей своей так как отличий никаких нет она все равно обновляет до последней версии то есть вы нажимаете скан он проводит тут он давайте скажу вот проходит такая строка если на все заполняется он ищет все ваши старые драйвера и предлагает обновить вы соглашаетесь тут будет на полу да здесь отдать на ум обновляйте free выбирайте free версия и все он вот что необходимо сделать дальше дальше необходимо перейти в панель управления нвидео права кнопка по рабочему столу панель управления заходим в панель управления видео дальше заходим во вкладку управления параметрами 3d глобальные параметры режим управления электропитанием первоначально будет стать адаптивный вам необходимо сменить на предпочтительный режим максимальной производительности нажимаем применить все заходим дальше настройки физик здесь необходимо выбрать вашу видеокарту данные данная данный параметр помогает тем у кого игра вылетает с ошибкой видеодрайвер перестал отвечать и был успешно установлен но хочу оговориться так как данная функция она не всем помогает то есть это не стопроцентное решение данные проблемы существует много способов решения данной проблемы но пока мне ни один не помог хотя обладал все форумы но если я найду я постараюсь выложить еще один видео урок как исправить данную ошибку так после того как мы разобрались с панелью видео переходим к программе менеджер парк чпу гп и подачку на нее стали ссылку тоже в описании под видео первоначально здесь будет выставлен параметр на пять процентов вы выкручиваете до 100 нажимаете применить и все так вот здесь я запустил вот сейчас вот это 64-битная разрядная система а если у вас 32-битная вы выставляете вы точнее включаете вот эту программу так после этого переходим к следующей программе называется нам менеджер парк чпу так он парчик вот я на нее тоже оставлю ссылку на скачку под видео вот данная программа должна разблокировать все ядра вашего процессора то есть если у вас 4 4 ядерный процессор вот как у меня то у вас задействовала данная программа разблокирует оставшиеся два и в итоге будет целых полноценных четыре ядра вот что же нужно сделать нужно нажать на чек статус он просканирует выдаст что тут какие процессы были заблокированы вы нажимаете на on park all статус будет естественно парк ты вы выставляете на on park all он это опять применять данную операцию после того как он применил вы закрываете и перезагружаете ваш компьютер так после того как мы проделали данную операцию с этими программами уже можно перейти к настройке арк сервариал его перед тем как запустить данную игру необходимо по ней нажать правой кнопкой мыши перейти в свойства и установить параметр запуска данный параметр запуска необходим необходим будет использовать только в том случае если вам не помогли все выше сказанные мною операции то есть она идет на последний момент то есть она конечно может быть и улучшить графику в некотором в некоторых моментах но перестанет данная игра лагать так после того как вы выставили этот параметр я давайте его уберу вот так после того как вы выставили этот параметр вы заходите уже на что точнее нажимаете играть и давайте расскажу поподробнее о всех лаунчерах запуска игры арк этот параметр использовать лучше необходимо тем у кого совершенно мощный компьютер 12 гигабайт и более видюха там я не знаю md radeon r7 и выше вот дальше данный параметр запуска необходимо использовать тем у кого 4 гиговая оперативка то есть чтобы данная игра немного жила оператива данный параметр запуска тоже для тех кого слабо оперативка данный параметр запуска тоже он такой же как и выше мною сказанный но он просто отключить звук вот если вам необходимо убрать эффект небо то вы запускайте launch арк но снова skyfax я же запущу launch арк ломан после того как я запущу я продолжу запись своего видео итак друзья после того как мы вошли в игру для начала давайте введем такую команду называется она стат фпс чтобы продемонстрировать так вот качество фпс также повторюсь еще раз то что у каждого компьютера будет по-любому все по-разному вот здесь подписано что самые минимальные настройки это для видеокарт gtx 660 которая ни хрена не самая фиговая и для такой игры она на спокойно может потянуть на высоте но опять же таки разработчики не оптимизовали игру а только и оптимизовывают с каждым вышедшим патчем добавляют небольшой приток производитель совсем небольшой но вот совсем в скором будущем поддержку директ x12 но это опять же таки для видеокарт поддерживаем данный директ x12 и для операционок windows 10 то есть если у вас не поддерживают карты директ x12 и поставили windows 10 я не знаю может быть какой то толком вот дальше какие качества вы станете я рекомендую выставить здесь именно в запущенном 4 гигом лаунчере арк просто качество можно хай это если у вас видео наверно начинается поколение шестого до если меньше то поставьте просто посмотрите на это тонное качество тонное качество можно поставить спокойно у меня у меня если я не записывал фпс был бы намного больше если бы я поставил на хай ну вот я записываю сейчас вы видите дагпоинт вот 20 29 и если остаются вообще зеленый сразу 30 с чем так чтобы полностью проверить так ли это вы просто спавните дракона забирайтесь у него и летите это точно проверит вашу фпс видите потом прописывать ему команду infinite stats то есть чтобы бесконечный ресурс так сейчас чуть не получилось почему-то раньше работал вот видите сейчас я не знаю может быть если вы не будете летать а просто ходить там может быть вам можно выставить качество на утро не на утро а на высоких если вы будете летать то ставите качество на метро качество конечно ухудшится но по моему так не все равно что можно сделать дальше дальше поставьте качество на хай сделайте потом уберите уберите sky quality экран культа и поставить resolution scale на максимум вот потом здесь можно все выставить за медиум медиум здесь поставить на вот так вот как у меня можно сделать вот так нажать применить вот я опять же таки повторюсь у меня лагает из-за того что я записываю я спокойно могу играть на высоких и при этом я могу летать на том же драконе у меня не будет лагать так вот все дальше дальше давайте поэкспериментируем вот с такими командами сейчас вот r сейчас как-то так открою полную консоль так r.bloom quality 0 0 нажимаем применить так я не знаю что параметр отвечает но говорят он помогает по моему застрял в текстуру дракона помысл встать у берега а это лучше по моему свет он уберет еще и вот ну в общем сами смотрите используйте эти команды естественно то что мы сейчас проделан это немножко может и ножку ухудшит качество графики но у вас перестанет лагать а это самое главное что мы делаем дальше лайк шанс так продолжим а дальше что можно вести так команду лайт ша шафт тоже 0r так по моему что-то не так и сделал так а что-то со светом связано в общем я те команды скину в описании под видео также потом шеду квалики опять-таки r.shade quality извиняюсь шеду quality поставить тоже на ноль ну вот в принципе все если вам понравилось это видео подпишитесь на канал поставьте лайк в следующем видео я также буду искать оптимальное решение о том как улучшить fps данной игре дальше также будут разыгрываться проводиться конкурсы о всех подробностях на всех подробностях смотрите в группе ссылку я скину под видео группа арк magic в ней выкладываю очень интересный контент перевожу все досье перевожу всякие дайджесты все все с то что выходит с самого steam steam а то есть тех новостей которые выпускают сами раздробовщики я перевожу и выкладывать группу то есть если вам интересно вы можете зайти в группу еще не рекомендую в эту группу ну в принципе все всем спасибо всем пока а